На российский рынок кроссовер Skoda Karoq вышел сравнительно недавно. Но его мировая премьера состоялась четыре года назад, поэтому прошлой осенью марка провела плановый рестайлинг бестселлера. В первую очередь обновление принесло Karoq другие фары, которые изменили свою форму. Оптика стала светодиодной, а за доплату будут доступны матричные фары. Задние фонари сделались более узкими и также заполучили светодиодную начинку. У дорогих версий даже появилась анимация. Габаритные огни включаются плавно, а поворотники анимированы бегущей строкой. Замыкают в список внешних изменений новые бамперы плюс решетка радиатора иной формы, она заметно шире нынешней. Вдобавок внимательный взгляд подметит более крупный спойлер на крышке багажника. Также внутри изменилась диодная подсветка, а электропривод можно заказать для обоих передних кресел, а не только водительского. В начале марта такие кроссоверы должны выйти на российский рынок. Во всяком случае машина прошла обязательную сертификацию, а значит до старта продаж осталось совсем немного времени. Согласно сертификационным документам российский Karoq сохранит нынешнюю гамму силовых агрегатов. Базовым останется атмосферник 1.6, что полагается только переднеприводным машинам. Кроссоверы со 150-сильным турбомотором могут иметь передний привод с 8-ступенчатым автоматом или полноприводную трансмиссию с 7-ступенчатым роботом. Шкода Fabia нового поколения появилась прошлой весной, а весной нынешний чешский компакт обзаведется оспортивленной версией Monte Carlo. Сразу уточним, что новинка выделяется только особенным декором, но до технических переделок дело не дошло. Итак, снаружи серия Monte Carlo отличается оригинальными легкосплавными колесами, обильным черным декором, а также декоративными накладками на порогах и бамперах. Сзади появилась имитация диффузора. В салоне широко использован красный, а передняя панель и дверные карты украшены вставками под углепластик. Кроме того, шкодовские интерьерщики подправили графику панели приборов, плюс внедрили спортивные сидения и руль. На педалях появились металлические накладки. Повторим, что шасси и моторы оставлены стандартными. Но чтобы соблюсти политез, для версии Monte Carlo из гаммы исключен наименее мощный мотор — литровый атмосферник отдачей 65 сил. Как известно, в Россию Фабия возвращаться не планирует.